Для сегодняшнего выпуска Славного Питалова мы подобрали сразу целых 5 прекрасных баночек. И некоторые из них стоят 33 рубля. 33 рубля, а некоторые стоят 120. Это, друзья мои, выпуск Славного Питалова. Да, кстати, огромное спасибо, что продолжаете ставить лайки на Славное Питалово и заставляете меня продолжать кушать вещи. Короче, спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Сегодня мы подобрали для вас гречу, но не просто гречу, греча вроде уже была. А спонсор видосика максимально потное лето, через которое мы сейчас проходим. Пиковые температуры чуть ли не за последнее столетие фиксируют по всей территории России. В автобусах и метро люди как сельди в банке, все потные, липкие и мерзкие. И как, собственно, спасаться? Ну, если у тебя дома есть кондей или хотя бы вентилятор, то уже немного полегче. Ну, а если ты вышел в свет, так сказать, то... Что делать? Вот такой вот дезик Нивея Мэн поможет вам выглядеть не как кусок неаппетитного вонючего нечто, а благоухать свежестью. Также гель для бритья Нивея Фрэш Кик поможет вам с избавлением от лишней растительности. А после бритья используйте лосьон от Нивея, чтобы успокоить кожу, увлажнить и, опять же, приятно пахнуть. С Фрэш Кик ты всегда, естественно, свеж. Давайте так, три таких комплекта я отправлю трем подписчикам, которые в комментариях опишут максимально потную ситуацию, в которой когда-либо оказывались. Самые лютые случаи заслуживают призов. Победителей выберу через три дня. У нас тут все с мясом. Каша гречневая с говядиной. Смотрите, здесь счастливая семья. Они так радуются, что на обед у них греча за 38 рублей, что прямо светится здоровьем. Ваша семья светится здоровьем. Было в какой-то рекламе. У нас тут есть то, что надо. По-моему, это бренд, как... Саня, это же бренд типа 365 дней. Походу, какого-то магазина. А не все используют один и тот же шрифт? Похоже. Шрифт говно. Просто, когда я вижу вот такую красную надпись и вот такой шрифт, у меня сразу возникает одна ассоциация. Нет. Может, это уже чисто психологически. Я не особо зажратый чувак. То есть, я готовлю себе по вечерам там макароны с сыром, с сосисками. Это как бы обычный мой рацион. Я сам себе жарю фрикадельки, заливаю их там сливками, если сливки есть, или молоком с мукой, чтобы загустело. И ем это жужево. То есть, я готовлю простые блюда. Но, когда я вижу вот этот шрифт, у меня складывается впечатление, что надо, судя по всему, бежать. Хотя, кто его знает? Ну, что здесь? Какая говядина здесь может быть за 33 рубля? Мне кто-нибудь скажет? Ладно. Anyway. Это что? Это то, что надо. 38 рублей. Счастливая семья. Наша трапеза. Номер один гастроном. Я так обожаю этих маркетологов. Я просто обожаю. Знаете, когда на продукте, который стоит 40... Тут одна банка стоит 10. Что вы могли туда положить на 30 рублей? Трюфели? Лобстеров? Но, при этом, у них, короче, всегда... Вот, посмотрите, как это... Вот, сука! Если это выглядит не вот так, я буду считать, что меня налюбили. Я буду считать, что меня налюбили. И они пишут, короче, кучу всякого, что вообще никак не относится к делу. То есть, номер один гастроном. Что такое номер один гастроном? Почему он номер один? Он номер один в чем? Губернаторская по-домашнему. Она по-домашнему или как подают губернатору в ресторане? Или как? Высокое качество. Что? Что это такое? Высокое качество. И вы знаете, что самое прикольное? Смотрите, 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 что-то написано. Сань, там видно? Там видно? Вариант сервировки. Здесь маленькая надпись, что это не то, что внутри, это вариант сервировки. Далее идет уже что-то, что возможно, возможно там что-то есть. Каша гречневая с говядиной. И, кстати, здесь нет никаких особо понтов. Видно, что гречка, видно, что какие-то кусочки говядины, то есть за 88 рублей я готов поверить, что это будет похоже. Армавирский, просто армавирский, каша гречневая с говядиной. Вот чем больше на упаковке написано лакшери, люксорная, губернаторская, царская, я не знаю, какие еще эпитеты сделать, просто интеллигентная. Что у тебя ассоциируется с богатством? Еще знаешь твердые знаки, там быстров, там кашов, вот всякое такое, как будто должно ассоциироваться с каким-то древнейшим производством дорогих вещей. Там осетров. Чуваки, это, я не знаю, на меня это не работает. У меня, наоборот, это вызывает отторжение. То есть, чем больше таких понтов, тем больше я такой, нет, нет, скорее всего, внутри херня. А это вообще 120 рублей, здесь уже может быть говядина, здесь уже, ну, гречи-то практически ничего не стоит. Но тут пытаются на другом ехать. Совок, советский, в лучших советских традициях. Совок. И, кстати, здесь мнения разделяются. Половина людей считает, что в Советском Союзе было лучшее мороженое, лучшие колбасы, все было по ГОСТам. И до сих пор, видимо, на старом поколении маркетологи пытаются ехать. То есть, такие, как раньше. То есть, мороженое, как раньше. Лов, когда ты видишь логотипы, на которых вот написано... Давай-давай так скажу, чтобы я из этого взял. Я ценников не вижу. И ты не знаешь ценников. Да-да. Вот. То, что надо. Наша трапеза. Потом, что гастроном. Каша гречневая. Вот, каша гречневая с говядиной, наверное. Каш просто. Потому что, сука, никто не выёживается. Никто не флексит. Никто не пытается манипулировать какой-то хернёй. То есть, типа, это каша и там есть мясо. Всё. Да-да-да. Вот гастроном номер один. Чувак. Гастроном номер один. Губернаторская. Я этого не видел. Мне уже не нравится то, что она чёрная и с золотом. То есть, как бы тут чёрное золото, такое сочетание цветов. Блин, меня уже отторгает. Как будто какой-то премиум. Это каша гречневая. Это каша? Какая ещё губернаторская? Какой губернатор из банки? Вот. А ценник я выбрал средний, да? Ну, средний, да. Средний высокий, получается. Ну, совок тут флексит этим, типа. Вот как ты относишься к тому, что раньше было лучше, раньше было самое? Маркетинговый ход. Точно знаешь, что это маркетинговый ход. И мне вообще... Я точно знаю, что надо просто составочки посмотреть. Вот давай, может, состав-то посмотрим. Ну, давай. На самый дешёвый состав. Крупа гречневая, шкура сриная. Давайте божевую смотрим. Белки 6, жиры 13, углеводы 16. Тут 4,5 белков. Так, а жиров? Тут второе в составе, это шкура, чувак. Не говядина, шкура. Говядина, крупа гречневая, вода, жир свиной топлёный. Лук, соль, перец чёрный. Ну, короче, уже она харам. Короче, если шкура стоит раньше, чем говядина, это опасность. Алерт, алерт. Ну, короче, ладно, окей. А божушка получается одинаковая. То есть, на самом деле, если шкура термообработана, её, возможно, можно жрать, я не знаю. Нет, тут всё, скорее всего, можно жрать. Ладно, давай, я, короче, буду открывать. Спасибо, Вовану, за мнение. Я не знаю, согласны вы с ним или нет. Ну, давай поставлю, я сделаю ставку и уйду, короче. Давай, давай. Вот я думаю, самое козырное, вот здесь вот жир топлёный, я вот всё-таки поставлю на каши гречневые с говядиной. Просто и очень-очень... Так, вот состав. Говядина, крупа гречневая, вода, жир говяжий. Говяжий жир. Вот, лук, соль, перец чёрный, масса водоля, мясных гречневых не менее 47%. Слушай, я только что понял, а какого хрена здесь греча с говядиной, а шкура свиная? А тут тоже жир свиной, он вкуснее, жир свиной он вкуснее. Ага. Я как колбаса дел известный заявляю, что жир свиной он точно вкуснее. Но я вот именно сочетание с гречкой вот ставлю вот на это... Я думаю, что здесь и здесь будет одно и то же, но здесь по флексили на 40 рублей, вот и всё. Нифига, здесь свиной жир тоже. Так что из этого будет хуже? Хуже будет, скорее всего, вот это, но за свои деньги это будет лучше. Окей, всё, продолжаем. Так, я начинаю всё это дело открывать и начинаю с 33 рублёвой банки. Насмотрим, что же там внутри. Она самая дешёвая, на ней даже нет открывашки. Нифига себе, какая плотная банка хорошая, консервная. Приходится открывать вот так. Это, само собой, нож не самура. Что мы видим? Подлива, и если тут и есть какой-то жир, то он даже не загустел. То есть, тут просто какая-то вода. Здесь у нас что? Счастливая семья за 38 рублей. Здесь, видимо, уже добавили хотя бы жир. Ну, то есть, тут, типа, вот оно как-то катается. Забавно, но вот это вот дороже, чем вот это, но почему-то... Короче, номер один гастродом губернаторская по-домашнему не ассоциируется с лёгким открыванием, друзья мои. Губернатор будет ножом колупаться по-губернаторски. Ну, ладно. Что это значит? Это каша с говядиной. Какие губернаторы, какие президенты, какие по-министерски, по-купечески, сука, на что вы давите? Ну, ладно, пофиг, может это вкусно. Открыл так себе, ну да бог с ним. Открываем. Практически то же самое, жирочек сверху. 88 рублей, то на что сделал ставку Вова. Удивительно, но это просто похоже на кашу. На кашу я вижу куски тушенки. То есть, смотрите, какие-то плотные жужевы. Здесь даже не плотные, то есть, здесь даже нет, то есть, это не жир, он не зажелировался. Жесть. А это просто уже похоже на кашу с говядой. И совок. Так, совок. Открывайся. О, понятно. Ну, тут, короче, уже есть. Тут то же самое. Вот посмотрите на отличие. Вот дешево. А вот дороже. Почему такая разница? Я не знаю. Давайте выложим. Итак. Самое дешевое. Я не знаю, где здесь говядина. Склеилась. Нет, серьезно, я не вижу здесь. Вижу, что греча не самая дорогая, даже вот с такими кусками. Ну, с зернами не отобранными. Ну, да ладно. Проблема в том, что я не вижу там мяса. Далее, немного дороже. 38 рублей. Окей. Я аж, сука, я аж ложку погнул. Плотная штука. Но семья радуется. Семья радуется. Вижу следы говядины. Я бы назвал... Да распрямись назад, ложка. Во! Смотрите, я нашел кусочек говядины. Вот он. Вот он. Нет, потерял. А нет, вот он. Вот он. Ощущение, что здесь чайная ложка тушенки затесалась. Короче, если то было 33 рубля и мясо я не вижу, то здесь 38. И на эти 5 рублей здесь чайная ложка тушенки. Так, пойдем дальше. Надо не перепутать все. Каша губернаторская. Чем же у нас лакомятся губернаторы? По-губернаторски. Короче, губернатор, судя по всему, любит... А где? А где мясо? То ли оно какого-то другого цвета... Нет, серьезно. А где... Вот это все, что ли? Нет, серьезно ли? Здесь тоже вот есть черные такие зернышки. То есть не самого высокого... Не самой высокой категории отобранности греча. А где мясо-то? Вот... Вот это все, что я вижу, это мясо или что? Господи, прости. Ладно. А что по поводу дорогого? Дорогое это... 88 рублей, то на что сделал ставку Вован. Каша гречневая с говядиной. Блин. Вот она, не знаю, она другая по текстуре. Сочится жир. Видно, что мясо есть, но его тоже очень мало. Оно как-то вот... Видите, вот розовинки малюсенькие, тоже как будто чайная ложка. Не знаю. Ну вот, то есть вот это что? Это по-вашему с мясом? Ладно. И давайте последнее. 120 рублей. Блин, что оно такое плотное? Ну, опять же, я вижу куски мяса, но не фантастически много. Но тут хотя бы оно везде. То есть здесь прям он кусочек мяса, кусочек мяса, кусочек мяса, кусочек мяса. Везде кусочки мяса, хоть его за 120 рублей все равно капец как мало. Если честно, ничто из этого не выглядит презентабельно. Хотя, конечно, сейчас разогреем. Сейчас я все это дело разогрею, попробую, но... Ни в одной из этих банок я не вижу столько мяса, сколько хотел бы видеть в гречи, сука, с мясом. Итак, дегустация. Разогрели. Каша стала мягенькой. Вот, пробуем. В плане гречи, это вкусненькая греча. Но ощущение, что мясо лежало где-то рядом. То есть оно мясо не... Бляха-муха, оно написано. С говядиной, с говядиной. Где? Вот кто-то мне сказал, может я слепой, может я слепошарый, может я в шары долблюсь. И мне зрители такие, ты тупой? На 15-й минуте на третьем кадре было мясо. Но я не вижу его здесь. Вообще. Саня, может ты видишь через объектив? Нет. Вот, объясняю. Где-то в какой-то воде варилось мясо, черпаком зачерпнули этой воды, с тремя там желтинками жира, и вылили в гречу. Вот это. Что еще хотеть за 33 рубля? Я не знаю. Ничего. Но. Насчет, вот, насчет с говядиной я бы, я бы это здесь не писал. Это просто греча. С ароматом гречи, готовящейся около другой кастрюли с мясом. Вот и все. Дальше. Так, следующее у нас нагрелось. Это я поставлю разогреваться. Опять же, греча выглядит как греча. Здесь вроде как вкрапление. Мелко-мелко. Вот смотрите. Мелко-мелко раздербаненного мяса. Пробуем. Это похоже на гречу, мимо которой кто-то шел и уронил чайную ложку мяса случайно. То есть вот чан, в нем варилась греча и человек случайно с другого блюда уронил туда чайную ложку мяса. И вот эта чайная ложка малюсенькими вот такими кусочками растворила. О, это даже самый большой кусок походу. Но здесь языком хотя бы чувствуется, что ну хоть что-то есть. Нет, это само собой полная фигня. Но хоть что-то есть. Кстати, важный дискламер. Я каждый раз буду его повторять. У меня на канале нет антирекламы и у меня нет скрытой рекламы. Все, что я говорю, это исключительно мое мнение и оценочное суждение. Никто не платит за мое мнение, чтобы я сказал что-то хорошее или что-то плохое о каком-то товаре. Более того, когда мне такое предлагают, я на такие письма даже не отвечаю. Вот и все. Надеюсь всем это понятно. То есть это мое мнение. Это может быть не так. Можете купить сами и проверить. Дальше. Следующее это у нас губернаторская номер один. Что-то там. Тоже размягчилось. Но 38 рублей, 40 рублей. Странно, по цвету каша отличается. Но абсолютно та же история с мясом. А история прежняя. Где оно? Пробуем. Просто гречу варили с лавровым листом или с душистым перцем. Сейчас. Да, специи, усилитель аромата, глутамат. Белок соевый, текстурированный. Короче разница вот этого и этого в том, что вот здесь гречу варили с лавровым листом и с душистым перцем. Но странно, но за 38 даже чуть больше мяса. Тут хотя бы где-то оно какими-то штучками чувствуется. Здесь я его не вижу вообще. Переходим к дорогому. На что сделал ставку Вован? Посмотрим. Какие-то куски. Кусок чего это? Вот что? Что это? Жир, жилы. Что это такое? Мясо какими-то микрофрагментами где-то присутствует. Ну вот что? Где? Тут даже не понять где мясо, где греча. Ну вот что это? Ну вы серьезно? Солененькая греча с добавлением жирца. Жир говяжий. Аромат есть, мясо нахер не вижу. А это стоит в 2 раза дороже. Больше чем в 2 раза. Чем предыдущие или чем вот. Пока из всего этого, честно вам скажу, странно для меня это. Я посмеялся над этой семьей. Но вот это лучшее по вкусу пока что. Потому что здесь хотя бы вот какие-то кусочки. Греча во-первых такая рассыпчатая более-менее. Да? И хотя бы какие-то кусочки есть. То есть какое-то мясо туда уронили. В остальных вообще нет. Так. 120 рублей. Это у нас совок. За 120 рублей. Я даже вижу малюсенькие кусочки мяса. И. Да. Ого. Вы посмотрите. Царский кусок тушенки. Просто это. Я даже могу его раскроить пополам. И взять на вилочку. И съесть целый кусок мяса за 120 рублей. Ммм. Народ. Это лучше всего. Но все равно фигня. Где-то у нее. А. Вот. Совок. Лучше всего. Но все равно фигня. Из дешевого. Вот это. 38 рублей. И тут есть маленькие кусочки мяса. И оно по вкусу. Остальное. Я не понимаю. Честно. Отдельно. Отдельно покупать гречу. Отдельно покупать мясо. Потому что. Ну. Здесь. 120 рублей. Если майонеза добавить. Ну. Ничего так будет. Майонеза. Сметаны. Вот сюда фигануть. Я люблю гречу со сметаной. Ну. Ничего так будет. Но. Это прям. Супер далеко от того. Что я хотел бы взять с собой в поход. И вечером. Уставший. Голодный. Сожрать. Хз. Пишите. На что сделать обзор. Славного Петалова. Дальше. С вами был. Славный. Дружио. Славный. Дружио. Кушайте много. Кушайте вкусно. И огромное спасибо всем. Кто ставит пальцы вверх. Всем пока.